Всем привет! Меня зовут Альберт Фадеев. В данном видео я поделюсь секретами о проекте бизнес-модель 21 века.про. Смотрите, друзья, все говорят, что все хотят быть счастливыми, все говорят, что хотят быть богатыми. Я тоже не исключение, я тоже хотел с детства быть богатым и счастливым. Понимаете, друзья, я сейчас не буду заниматься обучением, потому что сам в свое время в детстве потерял тягу к знаниям. Однажды дело было так, я подошел к учительнице по экономике и говорю, Светлана Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот я хочу быть богатым, я хочу быть счастливым, как мне получить побольше денег, что мне для этого нужно делать? Она мне сказала, Альберт, не умничай. А я понимал, что она, в принципе, сама не знает. У нее была такая, понимаете, обувь у нее такая, кушать хотела постоянно. Она говорит мне, если бы я знала, как получить деньги, я бы учителем не работал. Да? И смотрите, друзья, ближе к делу. И что мне пришлось делать? Я понял, что нужно самому, в принципе, учиться. Пошел в библиотеку, открыл толковый словарь Ожегова, такая книжечка, да? Это Google прошлого века. Нашел букву D, деньги, и выбил такое определение, что такое деньги. Оказывается, есть четкое определение. Слово денег, деньги, это эквивалентно средство обмена, используемое при купле-продаже, да? Даже если сейчас, в 21 веке, мы сейчас возьмем любой смартфон, забьем там, окей, Google, что такое деньги, там нам скажут, бумажные металлические знаки, эквивалентно средства, используемое при купле-продаже, да? Понятно, здесь ключевое слово купля-продажа. Итак, друзья, смотрите, ну торговать тоже можно с умом, а можно с сумкой на плечах, да? То есть можно торговать это, к примеру, двумя способами оптом, да? И помогайте розницу, да? Розницу, да. Розницу. Что такое опта, что такое розница? Ну, опта, это когда много, а розница, когда мало. Ну, вот, например, один магазин, да? А опта, это, допустим, 10, 20, там, 50-60 магазинов, да? Ну, да. Друзья, скажите, было бы неплохо, если бы у вас было 60 магазинов, да? Ну, смотрите, если мы быстренько все по сусекам поскребем, деньгами сложимся, где-то в кредит возьмем, чтобы открыть один магазин. Еще как-то можно, да? Но сейчас открыть 60 магазинов сложнее. Но даже если мы хотим открыть один магазин, нам же в любом случае нужно его либо, допустим, строить надо. Ну, ладно, возьмем в аренду, хорошо. Смотрите, друзья, построим магазин, нашли помещение, либо взяли в аренду, да? Следующий нас в действии. Прилавки нужны, а парни-убные различны, да? А что еще надо? Ну, продавца надо, да? Многих говорят. Ну, смотрите, есть помещение, есть прилавки, есть продавец, уже охрана, все уже нанято, персонал готов. Что нужно нам? Торговать же нужно чем-то, да? Ну, чем торговать? Ну, смотрите, если мы будем магазин, откроем, ну, мерседесы, допустим, будем продавать, автосалон, скажите, сколько человек в вашем городе купят эти мерседесы? Ноль, да? То есть, если мы будем майклахи продавать и будем себя в грудь бить, что мы продаем Porsche и Ferrari, то ни один человек, в принципе, мерседес не купят. Да? Если мы будем продавать русские машины, то один-два человека в месяц, да? Притом, конкуренция большая, тем самым мы только будем работать на аренду. Ну, можно что продавать? Хостовары, сковородки, да, те же самые, там, ведра, да? Ну, смотрите, если мы будем сковородой заниматься. Смотрите, у меня вот от бабушки досталась такая сковорода, чугунда, которую прибить можно. В ней картошку жарить очень вкусно. Вот такая классная картошка получается, блинчики хорошие получаются. Ну, смотрите, ей уже лет сто, то есть, лет через сто она у меня еще такая же будет. Я ей редко так же пользуюсь. Той же сковородками торговать тоже не вариант. Если будем, откроем магазин продуктов питания, то против таких гигантов, как пятерочка, магнит, тягаться бесполезно, да? Ну, что остается? Продукты народного потребления, да? Там, шампунь, мыло и все такое. Посмотрите, друзья, суть идеи, быстренько вам натянуло. Смотрите, вот это, допустим, вот это я. Похож на меня он, челочка у меня? Ну, да, похоже. Челочка какая у меня, похоже, да? Похоже. Вот это я. Смотри, я хочу свою сознательную жизнь что делал? Вмылся, брился, да? В баню ходил, да? Еще эти тоже моются, бреются, красятся, в баню тоже некоторые ходят. Где мы это все берем, вот эти принадлежности? Магазин. Магазин, все верно. Идем в магазин, да? Идем в магазин и несем туда что? Деньги. Денежки. Магазин нам что дает взамен? Товар. Товар. Смотрите, чем сейчас занимаемся мы? Мы всем желающим открываем бесплатно интернет-магазины. Это уже готовая система. И смотрите, куда теперь вам это будет находить? К конкурентам или к себе? И все говорят? К себе. Все верно. И смотри, но тут надо делать то же самое. Идешь так же в магазин, но уже идешь в свой магазин, да? Ну, смотрите, если вы в своей автомойке, в своей автомойке, вы денег кому дали? Себе. Себе в карман. Себе в карман, все верно. Смотрите, дело тут в принципе на то же самое, но денежки уже платите сами себе. И так же получаете взамен товар. Притом, смотрите, как это все происходит, там, а, 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 вот таким образом. Зашел через интернет, сам купил в своем личном интернет-магазине, получил товар. У нас уже логистика построена таким образом, что доставкой, рекламой, хранением заниматься не надо. И этим уж все занимается компания, интернет-магазин. Здесь все автоматизировано. В течение двух дней ко мне приезжает товар, и я по факту посмотрел, накладные проверил и рассчитался, да? Все говорят, классные идеи на самом деле. И смотрите, друзья, многие мне говорят, Альберт, а почему именно интернет-магазин? Почему магазин? Ну, я говорю, слушай, давай, говорю, сделаем так. Итак, построим огромный магазин в вашем городе, например, в вашем городе сколько населения? Полмиллиона. Построим такой магазин, как Икея. В эту Икею сколько человек будет ходить? Ну, наверное, около полумиллиона, да? Ну, там, с ближайших регионов кто-то будет приезжать, два-три человека, да? Но если открыть магазин в интернете, то рынок увеличивается до семи миллиардов, верно? И смотрите, друзья, скажите, что простой магазин, что интернет-магазин, что интересует? Товарооборот. Ну, да, все верно, прибыль интересует, да, прибыль. В принципе, прибыль откуда-то с товарооборота, да? Что их интересует, они показали товарооборот, что интернет-магазин интересует, они показали товарооборот. В принципе, друзья, скажите, смотрите, в принципе, им нужны мы. Им нужны мы, что им, что им нужны мы, и поэтому они за нас готовы бороться. А на этом такие скидочки делают, примерно здесь дисконтная скидка, минус 32%. Да, смотрите, я многим сдаю вам, скажу, друзья, скажите, пожалуйста, какая схема выгоднее, эта или своя, вот эта? Все говорят, да, лучше вот эта схема, ходить в свой магазин. Есть одна старинная поговорка, глупо ходить в чужую столу, когда имеешь свой ресторан. И, друзья, смотрите, обратим внимание, что сейчас каждая уважающая себя ферма открывает интернет-магазины. Алиэкспресс, китайская площадка, ebay, американская площадка, эльдорадо, твоё-моё, Зара, Остин, Таргидасна, даже какая-то маленькая фермочка, и то открывает интернет-магазины. Почему это они делают? Они идут ногу со временем. Обратите внимание, сейчас даже мы в этом зале находимся, и кто-то из нас сидит в интернете. В машине едут, сидят в интернете. На остановке стоят в интернете. В троллейбусе, в маршрутке все сидят в интернете. Добой пришел и кто в интернете. На работе тоже где? В интернете. Первым делом, когда мы в интернете заходим, что у нас там появляется? В новостях интернет-магазины. Все говорят, что сейчас через интернет покупают одежду дешевле. Все говорят, это и дешевле, и удобнее. Через интернет покупают что? Технику, запчасти, автомобили, счета за хворплату, билеты покупают, алиэкспресс, жиде. И смотрите, друзья, интернет-магазин вам что еще предлагает? Она говорит, я говорю, со всего товарооборота, со всей большой кучи денег, я вам дополнительно заплачу дополнительно денег. До 33% дополнительно. И тут уже становится всем понятно, что вот эта схема действительно выгоднее. И люди что делают? Они просто перестают ходить к конкурентам. Смотрите, что я сделал? Я просто заменил походы в магнит, в свой личный интернет-магазин. Все, все элементарно и просто. Смотрите, 10 февраля в Чебоксарах, в Литовом Барсе, в Чебоксаре-Аренах прошел всероссийский экономический форум. Бизнес-модель 21 века делает свое дело. Где собрались 7000 человек, представляете, там огромные трибуны, сколько людей, съехались со всей России, активные люди, молодежь. Те люди, которые хотели в 2-3 раза увеличить свои доходы дополнительно. Те люди, которые хотели просто увеличить, улучшить даже качество своей жизни. Предприниматели поделились своим опытом, наработками, фишечками и предложили, как сейчас, в условиях кризиса. Каждый из нас без вложений, без риска может выйти на дополнительный доход от 38000 рублей, делая всего лишь 2 простых действия. Смотрите, друзья, вот тут такой доход дополнительно можно выйти за 3 месяца, а можно выйти за 1 месяц. Это можно делать долго, но можно сделать быстро. Смотрите, друзья, было бы неплохо, если бы вы зарабатывали 38000 рублей дополнительно. Вам про долго рассказать или про быстро? Про быстро. Вы делаете этим быстро, да? У нас же в России долг запрягает, но быстро я же, да? Смотрите, вот этот человек, это я, допустим, вот это вы, да? Ну, допустим, может быть, это я, может это вы, да? Похоже на меня опять, с челочкой. Смотрите, мы вдвоем, мы в связке, мы в одной команде. Смотрите, что мы должны сделать? Первое действие, нужно организовать товарооборот с вашего личного интернет-магазина, с вашего личного номера. Товарооборот, к примеру, минимум, допустим, 5, ну давайте 6 тысяч нарисую, да? 6 тысяч рублей напишу. То есть 5200. Почему 5200? После того, как мы делаем товарооборот на 5200, да, сразу вам возврат тысячу рублей. Классная идея, да? Все говорят, классно. То есть на 4000 покупаем, 1000 возвращаем. На 5 купил, 1000 уже вернули. Да? Почему эта фирма выгодна? Она пытается нас заинтересовать, чтобы мы пользовались продукцией. И смотрите, и второе действие, что нужно сделать? Нужно быстро найти двух партнеров. Двух человек, которым мы откроем интернет-магазин. Как это можно сделать двух человек? К примеру, берешь трубочку, звонишь, говоришь, Привет, друг, давно не виделись? Давай встретимся, чай попьем. Приехал он, рассказали ему идею, хочет заработать 38 тысяч. Он говорит, да, хочу. Открыли ему что? Интернет-магазин, да? Ну, допустим, одного я нашел, другого вы нашли. Либо обоих я нашел, либо обоих вы нашли, да? Но факт, что мы вдвоем в команде, в связке, нашли двух человек. Скажите, двоему легко двоих найти? Все говорят, вообще легко. Мы должны это сделать максимально быстро, чтобы мы получили на ход 38 тысяч рублей. И смотрите, друзья. Двоем нашли двоих, а сколько стало? Четыре. В принципе, тут нужно сделать то же самое, максимально быстро найти четыре человека. Насколько быстро четыре человека будут найти четыре человека? Все говорят, вообще легко, да? Четыре, легко найти четырех. И тем самым, смотри, что мы должны сделать дальше? Нас стало уже сколько? Два, 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 четыре, да? Восемь человек. Восьмером, в принципе, должны сделать то же самое. Найти восемь человек, которым мы тоже откроем интернет-магазин, которые тоже будут что-то покупать. Скажите, друзья, мы кому-то что-то продали? Все говорят, мы никому ничего не продали. Они сами зашли через интернет, сами купили. У них скидочка 32%. Они тоже хотят заработать 38 тысяч. Да? Классная идея. Смотрите, друзья, что тут получается? Что здесь получилось? Два, четыре, восемь, да? Два, четыре, восемь. Геометрическая прогрессия. Кто-то мне говорит. Классная идея. Смотрите, почему я использую здесь математику? Есть одна старая поговорка. Если в деле использовать математику, то ваше дело никогда не обанкротится. Поэтому я использую математическую схему, геометрическая прогрессия. Может быть, у меня нету 60 знакомых. Может, у меня даже нету 8 человек знакомых. Но я знаю одну старую народную мудрость, что знакомые знакомых, знакомые знакомых, знакомые знакомых никогда не закончатся. Все легко, все элементарно. Все говорят, ничего себе, как классно придумано. И смотрите, как мы будем строить команду. Вот это вы, допустим, вот это я. Вижу, что вы активный начали делать свои действия. У меня тоже появился человек. Я своего человека раз, 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 отправляю в вашу команду. Это же в любом случае наша общая команда. Да? Со мной моя команда. Смотрите. У этого человека свой человек появился. Своего активного человека отправляют раз, 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 раз. Вашу команду. И смотрите. У вас тоже человек активный появился. Вы своего человека также раз, 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 раз. Также отправили вашу команду. Смотрите. Мы не ждем, пока они сами кого-то пригласят, пока научатся. Сегодня они хотят, завтра они не хотят. Мы уже выстраиваем свою команду. У меня же больше знакомых. Смотрите. У этого человечка тоже появился свой знакомый. Он своего человека раз, 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 раз. Отправил также вашу команду. Это же страна у него команда. Вы же в одной команде. Мы все в одной связке. Классно? Все говорят. Классная идея. И смотрите. 16 человек вместе, дружно, обученные люди уже. Должны найти 16 человек. Легко и просто. Сколько настало? 2, 4, 8, 16. Да? В сумме настало 32 человека. 32 человека вместе, дружно, в одной связке, в одной команде должны найти 32 человека. Все верно. Смотрите. Насколько быстро 32 человека могут на 32 человека? Все говорят? Быстро. Быстро. И смотрите. Ладно. Дальше продолжать, в принципе, не буду. На этом остановлюсь. Тут все говорят. Все понятно, все ясно. Смотрите. Пришел ты один. Мы с тобой вдвоем, вместе, дружно, в одной команде, в одной связке. Нашли сколько человек? 62 человека. Смотрите. 62 человека. База активных клиентов. 62 человека мы создали. Смотрите. Я просто вас и себя не стал считать, да? И вот эти 62 человека делают постоянно весе на 5200, да? Я круглю до 6000, чтобы было быстро, проще считать. Получается 372 тысячи рублей. 372 тысячи рублей организовали, что мы в фирме товарооборот. А фирма с товарооборот, что вам обещала? 33 процента. Умножить на 33 процента. Получается сколько? Кто может быстро сосчитать? Букавый скальпулятор. 38 тысячи рублей. Вот этим по 25, вот этим по 15, этим по 8, вот этим по 3000. Ну а вот эти люди, два друга, они пока просто сами для себя купили, они получают по 1000. Все справедливо. Эти люди пока ни во что не верят, они пока не активны, да? Они просто сами для себя купили. Они просто любят экономить. Потому что они знают такую старую похловицу, что сэкономили это заработание, не все верно. Смотрите, друзья. Ну вот эти два друга. Ну допустим, это один мой, другой ваш. Может они оба мои, может это оба ваши. Они же видят, как у вас появилась пачка денег. Синенькие купюрочки. Они же это видят. Вот представляете, смотрите. Вот эти два друга идут мимо какого-то дорогого магазина. Смотрят, а вы там с пакетами в ходе фирменными. Пошли не в адидас, а вы там несколько олимпийцев купили. Пошли они в найк, а вы уже с найк и с олимпийцем выходите. Шубу купили жене до пола. Да? Они жили, когда идут мимо какого-то дорогого ресторана, как вы ужинаете своим любимым человеком. Вот представьте, вы поехали на юг, на море, отдыхаете под пальмой, селфи сделали, в инстаграм выложили, либо в контакт, да? Ну вот эти два друга, они сразу же вас увидят. Сразу увидят, что вы отдыхаете нормально, да? 38 тысяч, у вас пачка денег. Как вы думаете, они хотят эти деньги? А мы что им сказали, что мы обещали? Будем это делать вместе в одной команде? И смотрите, друзья, после того, как мы им поможем, точно так же, да? Мы же им обещали, мы свое обещание сдерживаем. После этого у вас заходит будет уже не 38 тысяч, а вот 50 тысяч рублей. Каждые три недели 50 тысяч рублей. Плюс к этому еще 1000 долларов по курсу Центробанка, да? Плюс за то, что у вас в команде один директор появился, который заработал 38 тысяч, полторы тысячи по программе Турборост. Плюс 2000 долларов, потому что у вас два директора. Посмотрите, друзья, вот эти деньги найдете, на что подрать? Посмотрите, вот эту сумму вам выполнят один раз, но 50 тысяч будут выплачивать каждые три недели. Смотрите, друзья, на самом деле, вот эти денежки берутся не из воздуха. Здесь, если посчитаете, смотрите, здесь три, каждые три недели зарплата, 17 миллионов, смотрите, 372 тысячи, это минимальный товарооборот каждой три недели. Если нужно 17 периодов, потому что каждые три недели зарплата, 17 миллионов, зарплата, да? 17 зарплат в году. Получается 6 миллионов 324 тысячи рублей. Смотрите, 6 миллионов 324 тысяч рублей, вам зарплату примет дадут, людям зарплату не считают. И также вы видели, что у нас в городе ездит автомобиль Шкода Рапид, да? Шкода Рапид стоимостью около 800 тысяч тоже вот из этой суммы. Многие говорят мне, Эльберг, вас фирма Балл. Ну, на самом деле, 6 миллионов, если бы считать, еще маловато, да? Мне не доплачивать. Скажите, друзья, вообще классный день? Классно. Понравилось? Понравилось. Есть смысл попробовать? Конечно. Давайте с вами договоримся, что вы это никому не рассказываете. Я это буду делать. Вы просто пригласите человека на встречу, я все сам буду объяснять. Ваша задача просто пригласить ваших партнеров. Продолжение следует...